Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своём канале Таро Солнце. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня я решила сделать освещение на тему его письмо из будущего. Настройтесь на мужчину, подумайте о нём. Сегодня я буду использовать разные колоды и оракулы, и таро. И в конце освещение руны, как обычно, дадут нам совет, подсказку определённую, возможно, раскроют тайну, которую вы должны узнать. Здесь руны будут заряжаться энергией, которая сейчас будет у нас здесь царить, пока я настраиваюсь, пока я заряжаю карты энергией. Хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной, поприветствовать моих новых подписчиков, поблагодарить моих постоянных подписчиков, что вы со мной рядышком. Сердечно благодарю вас за донаты, всё вижу. Вы знаете, девчонки, что эти суммы идут на развитие нашего канала, на покупку свечей и карт. Также я занимаюсь благотворительностью и помогаю людям, тем, кто нуждается в этой помощи. И вы, благодаря меня, своими донатами, на самом деле, помогаете и другим людям. Знайте об этом, потому как Вселенная всё видит и вернёт вам в тысячи раз больше. Как меня поблагодарить? Ссылочка в закреплённом комментарии есть. Также вас приглашаю подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку здесь я на него добавляю. Там я ежедневно освещаю вам послания от мужчины, его чувства, мысли, чего он хочет, что он планирует, чего от него ожидать. Много полезной информации о том, как создавать свою реальность, как свои планы осуществлять в реальность, и как мечты приводить в реальное состояние, чтобы они не оставались мечтами. Как создавать свою жизнь силой и намерения. Приглашаю вас. Также там руны, рунические оставы. Спокойно, тепло, уютно. Там такие необыкновенные девчонки. У меня очень много интересной информации. Уверена, что вам также будет там тепло, комфортно и уютно. В нашем милом, нежном мире любви там. Также приглашаю вас подписаться на мой инстаграм, фейсбук-каналы. Ссылочки все, если вы даже не успели нажать пальчиком, не волнуйтесь, есть закрепленный комментарий. А для начала давайте мы посмотрим, знаете как? Давайте посмотрим, какой вы будете в тот момент, когда он вам будет писать это письмо из будущего. Для начала настройтесь на мужчину, назовите его имя, дата его рождения, ваше имя, дата вашего рождения. И давайте посмотрим, какой вы будете уже на тот момент, когда он вам будет писать всё из будущего. Какой будете вы? Ну и естественно мы посмотрим, какой будет и он. Думайте о себе. Это какой будете вы? А мы сейчас посмотрим на него, какой будет он. Вот в тот момент, когда сейчас будет прочитано это письмо из будущего. В каких энергиях будет он? Называйте ещё раз его имя. Прям спросите у Вселенной, какой будет он. Также всегда напоминаю, что во время моих освещений вы можете задавать вопрос, который не относится к теме. И вы обязательно получите ответы. Либо на этом освещении, либо на одном из моих остальных освещений. Также, если вы обладаете хорошей интуицией, то вы получите ответ через сны, либо через знаки Вселенной. Знаю, что это всё работает. Девчонки постоянно отписываются. Говорят о том, что да, действительно пишут мне сообщение. Неправильно выразилось. Говорят о том, что да, действительно это работает. Да, действительно получают ответы. Прямо очень многие в том освещении, которые смотрят данный момент, задавая вопрос. В моих освещениях нет срока годности, поэтому если сейчас вы его включили, значит сейчас вам и нужно знать эту информацию. Ну что же, какой ты? Что-то он меня сегодня путает, так заводит разными дорогами и кругами. Неоднозначные какие-то фразочки у него. Какой ты? Хитрец уже какой-то, уже чувствую вот в эти вот энергии. Обалдеть. Ну вот, и карта ночь, понимаете? Вот тут его днём с огнём не поймёшь, не узнаешь. Он у вас такой. Видите как? Я уже чувствую всё даже до того, как я смотрю по картам. Я же ощущаю это прямо в процессе. Я вообще во время освещения ощущаю физически, ощущаю ароматы, вижу энергии. Поэтому здесь я максимально вам передаю информацию для того, чтобы вы каждый услышал своё. Понятно, что здесь не обязано быть 100% совпадения, так как освещение общее. За личными освещениями пишите мне в личку в Инстаграм и в Фейсбук. Только по закреплённым ссылкам девчонки от моего имени создаются фейковые аккаунты. Предлагают от моего имени, будто бы. Не хотите ли вы заказать личное освещение с фейковыми номерами карт? Я в своём Телеграм-канале «Предупреждение дела». Вы можете посмотреть, там посмотреть, какой конкретно даже текст пишут. Это не я. Я никому никогда не предлагаю свои услуги. И, пожалуйста, только по закреплённым ссылочкам, закреплённым комментариям, Фейсбук и Инстаграмм в личку у девчонки, чтобы не попались в руки этим мошенникам, которые наживаются на работе, на даре, который им не дан, но они, видимо, по низинам идут. Собственно, это и вернётся. Но я хочу вас предупредить, да, чтобы вы, не дай Бог, не попались на эту удочку фальши и лжи. Какой мужчина в тот момент будет, который вам будет писать? Каких он энергиях будет? Здесь он показывает, что в тот момент вы уже будете с ним вместе в защите. В защите почему-то идёт информация. Возможно, у вас до того момента, когда письмо он напишет, будет какая-то конфликтная ситуация, либо же в странах, либо же в семьях, либо же в окружении. Тут идёт об этом информация. Но вы, знаете как, добьётесь. И вот две птицы, которые находятся уже в доме, да, у них есть своё личное, определённое. Ну, здесь в виде яичка оно, тем не менее, родное, единственное. Здесь либо дело, здесь либо ребёнок даже может быть. Потому как, естественно, если в гнезде есть яйцо, да, то это, можно сказать, плод любви, да, девчонки, если так переводить. Либо же дело у вас уже своё будет в тот момент, когда будет написано письмо. Здесь возможен свой дом, здесь возможны общие домашние животные, общий бизнес и общий ребёнок. И знаете как, он в тот момент, в каких энергиях будет, тут идёт число 44. Либо 4 или 4, либо 4 часа, либо через 4 года, либо через 4 месяца, либо через 4 сезона, либо ему будет 44. Либо же 4 плюс 4 — 8 тоже. Вот значимое число, и вы должны его знать, запомните. Либо же, возможно, через 8 чего-то эта ситуация действительно проиграется в вашей жизни. Это первое, о чём мне он говорит. Он говорит, запомни, это потому как, говорит, много пустых хлопот, и ты можешь не сфокусироваться на этой дате. Поэтому я вам передаю то, что он говорит. говорит, что ситуация между вами очень интересная, потому как вы, вот как две вороны, которые находятся в паре. Но здесь со стороны социума, возможно, здесь идёт информация о том, что выясним, может быть разные религии, страны, законы, либо же разные у вас друзья, например, одного говорят. «Да нет, зачем тебе он?» То есть здесь идёт камень преткновения, который между вами есть со стороны окружающих. То есть это не между вами, это социум, это реально. Здесь, возможно, разница в странах, возможно, то, что нужно преодолевать определённые границы, определённые, менять стереотипы жизни. Возможно, кому-то нужно новые языки учить. Возможно, кому-то нужно вообще иначе смотреть на жизнь после того, как вы будете с ним вместе. То есть здесь идёт сильное изменение. Но вы преодолеете это всё, понимаете, как он вас уже заранее, в принципе, предупреждая, уже информация об этом идёт, что мы справимся, как бы тяжело не было. А здесь будут преткновения между вами определённые. Какой вы будете? Ой, как классно, девчонки, ну просто необыкновенно. Здесь на второй карте сигнификации он показывает мне пару. Посмотрите, разные колоды. А вы в тот момент какой будете? Ну вот такой вот, девчонки, тоже вторая же карта. Обожаю, насколько шикарно передаёт, да, Таро, Оракул, эти энергии. И тут невозможно не поделать. Здесь невозможно даже иначе сказать, какая вы будете. Вот так будете его обнимать и шептать ему на ушко. Возможно, у вас уже был такой момент, когда вы были вместе, либо вы знаете, что он любит, чтобы к нему прикасались, либо у него вообще эрогенная зона, кстати, в этом месте у мужчины вашего. Девчонки, кто не был вместе, я вам уже сейчас точно скажу. А кто был, то сейчас просто подтвердите себе. И знаете как, тут идёт информация о том, что раньше для вас это было как бы какой-то мечтой, каким-то фильмом, который вы могли создавать в своём разуме, проецировать в подсознании то, что будет на самом деле. И здесь уже показывать, что этот фильм буквально, который вы создали себе, как это называется, «Сила намерения», когда человек хочет, он настолько проживает эти моменты, как будто бы это уже всё есть. И действительно здесь так и будет. Вы проживаете моменты уже в реальном времени, это всё осуществите, выйти рядышком с ним. А он у вас такой интересный, носит определённую одежду, возможно, на работе, какой-то дресс-код у него, есть либо же определённую одежду, форму он должен надевать. То есть здесь мужчина, который, возможно, работает в каких-то государственных структурах, либо же у него свой бизнес. Но он, знаете, такой властный, он красавчик, вообще любит себя, любит ароматы, вот любит красиво одеваться. И здесь для него имеет значение парфюм, имеет значение, вот вкус у него есть классный, знаете, как. А вы свободная, а вы лёгкая, вам так с ним хорошо, свободная, что вы растворяетесь в нём. Вот честно, вот такие энергии нежные, когда на выдохе, на выдохе прямо к нему, какая вы классная. Девчонки, ну всё, у вас уже будет свой замок, у вас будет свой дом, у вас ключик от него будет. Вы уже там закройтесь вдвоём, скажете, всё, никакие жизненные преграды, вот как интересно проигрывается. Опять вы справитесь с определёнными жизненными преградами, которые у вас буквально как-то серпантином прямо будут накручиваться, накручиваться, накручиваться. Но знайте, что ключ в ваших руках, решение в ваших руках. И вы сами можете себя с этих ограничений вывести, девчонки. Очень интересная информация, это из будущего. То есть вам ещё предстоит пройти не один этап определённой борьбы. Возможно, здесь даже борьба в трансформации самой с собой. Это тоже может быть. Здесь не обязательно даже другие люди. Здесь иначе, посмотрев на жизнь, создавая свою новую реальность, нужно старое это всё убирать, нужно старые стереотипы ломать, рушить, а это самое тяжёлое, я вам могу сказать. Легко, когда можно просто ограничить общение от определённого человека, который на вас, например, настроен. Но самое тяжёлое — это поменять себя, свой разум, своё мировоззрение и свои точки зрения, которые раньше были правильными. Так, давайте смотреть, какое же он письмо. Что он напишет в этом письме из будущего для вас? Думайте о нём, прям можете задать ему вопрос сейчас вслух, либо же про себя. Твоё письмо, что ты хочешь сказать из будущего? Он говорит, что нас ждут с тобой большие перемены в лучшую сторону. Он говорит, что... Но опять всё равно идёт эта ситуация, что вот те ограничения, которые будут между нами, они разрушатся. Ну, приходит ваш кубковый король, девочки. Вот что я могу сделать? Какую колоду не возьму? Оракул, Таро. Вот без разницы. Приходит он, и он говорит, что чувства мои ещё больше к тебе вырастут. Он выходит в энергиях Пажика сначала. Возможно, мужчина младше вас по возрасту. Возможно, сейчас вы более стабильная по жизни. Возможно, сейчас вы более образованная. Возможно, действительно, душа ваша старшая. Но здесь основная информация идёт о том, что у мужчина действительно вас больше и больше будет любить. Руша — определённое ограничение, которое у него есть в жизни, девчонки. Ну, так как мужчина выходит в энергиях кубкового короля, давайте о нём поговорим. Кто такой кубковый король? Возможно, он водного знака зодиака, либо же по Солнцу, либо по Луне, либо по асценденту. И здесь не обязательно конкретно к этому привязываться. Основная характеристика кубкового. Возможно, если вы сейчас замужем, он может выходить в роли любовника вам, либо же второго мужчины. Даже если вы уже не живёте с мужем, но официально с ним расписаны, либо же он есть всё равно в вашем биополе пространства, и Вселенная всё равно будет считывать его как второго любовника. Но также идёт информация о том, что вообще кубковый он влюблённый, красавчик. Любит себя. Опять, как я и говорила, на сигнификации, даже не зная чётко ещё его, когда она ваша, я говорила, что мужчина очень любит красиво выглядеть. Он очень любит красиво пахнуть. Он красиво одевается. Он следит за собой. Он красиво фотографируется. Он очень глубокий во внутреннем восприятии мира. Эмоциональный очень. Он переживает всё внутри себя через все глубины подсознания. Когда человек прям окунается до самого днища океана, он может себя через эмоции, через чувства заводить как в негативное, так и в позитивное, кстати. И тут такая палка двух концов. Тут ему нужно держать баланс в себе, потому что его может как накрыть, так он может, наоборот, взлететь до небес сам через свои внутренние погружения. Здесь есть определённая характеристика, которая близка к женской, но в положительном смысле, что он может переживать. Он сочувственный. Он не просто какой-то сухарь, который пройдёт мимо и не вспомнит, не забудет. Нет. Здесь он, нежность идёт, понимание, переживание вот через душу, через сердце. Без слов. Не нужно много говорить. Он это чувствует. Очень чувствительный. Ну что, он говорит, что преграды-то разрушатся, и ваш кубковы давайте его здесь оставим. Король. А под ним карта влюблённая. Ну я не могу, девчонки, но вы будете точно вместе. Здесь точно у вас одно сердечко на двоих. Пара, которая любит друг друга. Он вам говорит точно, что вы будете вместе, и ваши сердца воссоединятся. Вы представляете, какая информация с самого начала просто идёт шикарная. То есть расскажи, пожалуйста, нам про вот эти вот преграды, о которых ты говоришь с самой сигнификацией. И сейчас опять эта информация всплывает. Что за преграды, которые вас ограничивают? Ой, смотрите, сам достал. Обожаю, когда так делает, потому что здесь уже идёт у нас с ним диалог. А вы наблюдайте. Так, двойственное состояние по поводу кого-чего. Девчонки, очень многие здесь на расстоянии, либо же у вас сложится ситуация, когда вы будете на расстоянии, и мужчина будет ограничен в действиях. Здесь о чём может идти речь? О том, что вы сможете только общаться, но не видеться. А он говорит, что для него важно быть с тобой рядышком, чувствовать себя, дотрягиваться до тебя. То есть здесь мужчина, ну, тактильный он такой, конечно же, кубковый. Им важно это. Им не страсть, не секс, не текст. Нет, ему нужно дотронуться, ему нужно прикоснуться. Как я говорила, да, он любит вот эти вот прикосновения в щёчку, в шейку. Вот эта вот нежность у него идёт. Ну, в хорошем смысле, понятно, что здесь нету каких-то перегибов. Просто я хочу максимально вам передать его внутренний мир, его важные аспекты, которые играют большую роль в отношениях с вами. С вами, конечно же, потому как я же делаю освещение на двоих. Поэтому здесь у очень многих расстояние, которое он говорит, меня заставляет выходить в состояние повешенного, когда я не могу ничего сделать. Поэтому здесь либо будет у вас, возможно, мужчина уедет в командировку по работе, возможно, он у вас с другой стороны. Возможно, вам нужно будет по какой-либо причине переехать, когда он говорит, я не смогу быть с тобой. А что будет дальше? А дальше всё возобновится. Заново всё буквально начнётся по карте нулевой аркан. Это новое возобновление отношений. Да? А что это за карта? К чему она относится? К чему обман? А, девчонки, а вы сейчас не верите. А вы сейчас слушайте, говорите, да, вряд ли он вообще ко мне вернётся. Сама обману занимаетесь, свечёнки. Угу. Знаете, как-то рассчитывает вас. А он здесь вернётся, будет возобновление вообще вашего общения, вашей ситуации. Здесь возможен перелёт, перелёт. По карте колесницы здесь вообще движение. Движение куда, кому, расскажи. к встрече. И, возможно, вы уже об этой встрече знаете, либо же будете знать, потому как письмо из будущего, вы будете оговаривать эту встречу. А свершится эта встреча? Ну, пока сейчас неизвестно, говорят. Сейчас вот вы не уверены, что эта встреча свершится. Многие сейчас даже о ней не знают. Кстати, по карте Луна это такая неизвестность. Многие даже ещё не говорили о ней. А те, которые говорили о встрече сейчас в каком-то состоянии невесомости находятся, не знаете, будет ли. То есть, у каждого здесь понятно, что своя причина. У меня нет смысла сейчас это озвучивать. Вас у меня тысячи. И у каждого своя ситуация. Но вы сейчас как-то в этой... Вы хотите, вы горите, вы выходите королевой жезловой. Да, вы готовы. Вы действительно чувствуете вот этот вот огонь. То есть, если бы от вас зависело, вот вы бы сделали всё. Но здесь сейчас какая-то ситуация мутная, которая... Ой, ну-ка, рассказывай, что он хотел тут добавить. Ну, что могу сказать? Что он хотел добавить? О том, что... всё равно справедливость восторжествует, почему-то, говорит он, что внутренняя сила и мощь есть, и у вас есть стойкость, то есть, вы добьётесь того, чего вы хотите. Нужно иметь энергию уверенности. Вот, представляете, как он говорит? Верь, что я к тебе приду, верь, что я проявлюсь, верь, что я тебе напишу. То есть, здесь будет действие со стороны мужчины к вам. Но здесь он почему-то говорит, что верь, ну, и двойка кубков, карта любви девочки, он вас любит. И под ней карта императрица, вы для него одна, единственная. И вы никогда ничего не заменит, ничего вас. Карта колесо фортуны говорит о том, что я полюбил тебя, а то просто он не может остановиться, перестать, да, и договорю. Ещё карта сила. Он говорит, что ты перевернула всю мою жизнь, это вам письмо из будущего. Ты перевернула всю мою жизнь, я полюбил тебя так сильно, что я не вижу больше никого другого вокруг себя. Императрица, ты моя, единственная, я люблю тебя, ты лучшая, и ты единственная женщина, которую я вижу для продолжения отношений в своей жизни. Я закрываюсь от всех, я не иду на общение с другими, он говорит, я с ними не наполняюсь, я разочарован, разочарован сам в себе, разочарован в тех поступках, которые он делает сейчас, потому как это письмо из будущего. Но здесь он говорит, что через вот эту внутреннюю боль, через само сжирание, вот почему-то идёт такая вот информация, вот сам, ну конечно, кубковый, он же будет сам себя на выворот просто выворачивать, знаете, пока не доберётся до этой истины. Здесь тяжёлый период у него, говорит, но тем не менее действия от него будут, и здесь будет от него сообщение, я вам говорю, 100% однозначно. Но очень много зависит от того, как вы настроены, понимаете, как вселенная считывает всегда информацию, она никогда не даёт то, чего вы не хотите, как вы думаете, то вы и получаете. Если вы не уверены, если вы сомневаетесь, вселенная считывает это как нет и не даст вам этого. То есть здесь есть у вас чёткая уверенность, вы понимаете, что вы любите его, потому как вы выходите здесь в энергиях кубковой, у вас любовь, и вас вселенная уже считывает парой. Здесь он кубковый король, а вы кубковая королева. Понимаете, как здесь вы уже пара. Но насколько вы будете сопротивляться, насколько вы будете жить в неуверенности, вот настолько этот момент будет оттягиваться. Поэтому всё индивидуально и зависит от вас. Вы сами создаёте свою реальность, отправляйте вселенной правильные запросы, формулируйте мысли правильно. Смотрите, даже если независимо от конкретного мужчины, вы обращаетесь ко вселенной и что-то не исполняется, попробуйте переформулировать свой вопрос. Без приставок нет, без может быть, без я хотела бы бы, нет. Чётко, ясно. Отправляем, уверенно, знаем, что так и будет. Только так и никак иначе вселенная всё слышит и всему своё время всё случится в самое наилучшее время. Это он вам всё даёт, девчонки. Ну ты сегодня молодец, ты прям знаешь, что я так люблю и мне тут решил. Девочки, ну ты скупка, говорит, знаешь, через боль, через чарование здесь идёт почему-то, а, он у вас заикается либо говорит на каком-то другом языке, у меня язык прям путает, какой интересный у вас. Через тяжёлую трансформацию, через борьбу, здесь либо борьба с самим собой, либо борьба у вас, либо же, возможно, у кого-то идут действия вообще определённые военные в месте, где вы находитесь, проживаете, либо он, либо вы. Даже если вы сейчас не находитесь в том месте, здесь он говорит, что после прекращения борьбы, битвы, будет настоящая искренняя любовь, девчонки, но только так и никак иначе. Понимаете, он прилетит к вам, или вы к нему прилетите, то здесь как-то будет быстрое движение, либо по воздуху, либо же будете мчаться, даже если вы будете идти, вы будете очень быстро, либо вы к нему, либо он к вам. Если ехать, то тут со скоростью ехать, очень многие, прямо будет полёт, где вы должны будете встретиться. Встреча состоится. Прилетите буквально на крыльях любви, девчонки, на эту встречу. Ну вот как есть, так прекрасно и есть. Ещё его письмо вам из будущего. Но ограничения уйдут. Ну уйдут и всё. Вот то, чего не хватало, что вы получите? Вот это он вам и говорит. Ты больше не будешь одна. А я вижу, что у очень многих есть будто бы всё для счастья. У каждого свои определённые рамки, критерии, списки, ощущения счастья. А вот без него вот нету этого счастья, вот нету этого покоя. Насколько бы хорошо всё спокойное не было. А он говорит, что ты получишь его. Ты получишь его. Ну вот так и будет, девочки мои любимые. Ну вот. Ну всё, девочки, объявляю вас мужем и женой. Прямо здесь и сейчас. Вот сказали, верховная жрица должна сказать, вы выходите в энергиях королевы пентакливой, а он в энергиях короля пентакливого. Вот, девочки, так и будет. Вы будете мужем и женой. Вот вам письмо из будущего. И об этой информации мне сейчас просто мурашки по ногам пошли. Вы знаете, сейчас от верховной жрицы. То есть от меня, та, которая вам переносит определённые, да, через потоки информационные волны, которые вам показывают, что будет на самом деле. Вы будете с ним, мужем и женой? Ну пентакливое тут только-то. Либо же на стабильной основе парой, которая будет вместе. Здесь будет так и никак иначе. Больше нечего, сказать. Больше нечего добавить. Вот, девчонки, какое письмо вам из будущего от него? Горько. А что я могу сказать? Я счастлива за вас. Давайте посмотрим, что ещё руны хотят добавить по поводу этого неимоверного светлого. Очень легко сегодня он говорит. Вот прям, знаете, свободно. Я вижу, что определённые тяжёлые периоды вот тормозили бы его, если бы сроки ставили. А сейчас уже пройдя, эти тяжёлые моменты, вот ему легко. Ну, потому что из будущего, конечно, вспомните себе, например, 10 лет назад, если бы вы рассказали себе о определенной ситуации, вы бы абсолютно уже с другим настроем говорили, с другим настроением, потому как вы уже чётко знаете, что это будет. И ни страха, ни стресса, ни переживаний, ни внутренних каких-то раздраивов уже не было, потому что это уже свершилось, и вы уже прошли эти этапы. Вот сейчас так легко, свободно он мне передал, я просто даже не заметила, как время пролетело, сериализно, прям на одном выдохе. Вы можете также задать вопрос рунам, которые не относятся к моему, и обязательно получите ответ. А я хочу спросить у рун, какую ещё информацию нам нужно знать в паре, что у вас будет в будущем. Ну, шикарная руна, девчонки, сразу могу говорить руна радости. Что у вас будет, девчонки, радость у вас будет, мои милые. Я знаю, что вы очень любите смотреть близко на мои руны, и я всегда вам их показываю. Руна радости одна из самых светлых и счастливых, благоприятных рун. Эта руна вунья, она означает радость и безоговорочную удачу. То есть здесь убирайте сомнения, девчонки, всё будет шикарно, хорошо. Насколько вы будете в раздрайве, настолько будет откладываться буквально ваше радостное и счастливое будущее с ним. Завершение периода тьмы, прилив энергии. Ну какие шикарные сегодня идут потоки, просто неимоверные. Я так счастлива, что у меня растёт мой канал, и с каждым разом расклады становятся настолько светлыми, настолько позитивными. Это говорит о том, что вы счастливые, приходите сюда, и у вас всё будет прекрасно, всё будет хорошо, поэтому настолько легко, свободно и хорошо раскрывается информация, потому как счастливые пары добавляются ко мне. Мои необыкновенные, мои лучшие, только такие со мной. Благодарю Руны, благодарю вас за то, что вы уделили время. Буду счастлива с вами встретиться на моих остальных освещениях. Подписывайтесь, благодарю за лайки, благодарю за комментарии, всегда всё читаю. Благодарю вам за ваши светлые, ясные, искренние пожелания мне, в развитии нашего канала. Всё это вижу, девчоночки, всех обнимаю душой. Всем желаю шикарного времени суток. Пока-пока.